Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами Кин и сегодня я мог бы вам рассказать например про сериал Ванда Вижн да хотя чё вы там не знаете уже все рассказали сотни каналов в своих обзорах ну или хотя я мог бы вам рассказать про феечек винкс сагу новолуние затмение что-то там но меня что-то дико обламывает его смотреть по крайней мере пока или же я мог бы вам рассказать про люпена ну а вот тут у меня есть серьезное оправдание я мудак а поэтому сегодня я расскажу про сериал про который наверное никто не слышал кроме меня и пачки таких же отбитых сериал милый дом чха будь здоров а нет так главного героя зовут так что все нормально чахи он су замкнутый в себе подросток социофоб в одночасье теряет родителей и сестру в страшной аварии после чего ему приходится переехать в обветшалую многоэтажку где он предпочитает сидеть безвылазно из квартиры пока вокруг не начинают происходить страшные странные вещи улицы заполоняют разного рода монстры маленькие большие странные и они то и дело норовят проникнуть в дом и поживиться жильцами и будь ты хоть трижды домоседом а жить-то хочется именно поэтому хёнцу придется объединиться с жильцами а вот к чему это приведет вы узнаете в сериале милый дом сериал милый дом основан на одноименной манхве хотя нет начнем не так недавно я познакомился с такой штука как манхва и если вы такие же слоупоки как и я то сейчас объясню что это такое манхва это почти как манга надеюсь что такое манга вам объяснять не надо только читается манхва привычно для нас слева направо еще она цветная ну как монотонно цветная и фреймы в ней идут по большей части столбиком так вот я начал читать милый дом и из того что прочел могу сказать что сериал довольно точно ну или близко передает события манхвы и наверное это один из тех случаев когда каноничность не идет ему на пользу иначе говоря как сериал это манхва не работает и на то есть несколько причин я назову основные спасибо я сам и причина эти кровь и монстры блин звучит как название какого-то романа сам дизайн монстров довольно интересный этого я отрицать не могу но блин почему они выглядят так как будто киберпанк трахнул пластилиновую ворону я не знаю может это недостаток бюджета или же это осознанное решение сделать их такими но монстры выглядят и двигаются как будто кукольная или псевдо кукольная покадровая анимация сделана в какой-то 3d сны графической обработки что вызывает эффект зловещей долины то есть одной стороны ты смотришь и вроде бы все нормально с другой что-то с ним не так и после того как вы разглядите их во всей красе и деталях ничего кроме они у вас вызывать не будут какие бы ужасы они не творили а еще это кровь когда в той же пиле льются реки крови это смотрится хорошо из-за реализма происходящего и из-за того что это не показывают часто тут же реки кетчупа из носа вам раз за разом обеспечена и признаюсь первые разы это работает как надо и смотрится мерзко но потом потом никак не хорошо отвратительно не просто отвратительно никак а знаете где бы все это работало помимо манхве в аниме вспомнить того же паразита там людей корячила в разные формы мама не горюй но из-за общей подачи анимации это смотрелось естественно так и тут если бы в монстров в бухали чуть побольше и сделали бы их например чисто 3d шнами или же наоборот чисто кукольными ну или просто загримировали бы людей то и монстры смотрелись бы естественно как и литры крови повсюду наверное вот насчет крови я не уверен также в пользу анимешности играет и арка главного героя с его превращением в монстра это не спойлер это было в трейлере я не особо знаток аниме но даже я могу привести схожий пример и даже не один например такие скигуль или блич или еще какой-нибудь аниме который я благополучно забыл где главный герой так же как и тут является наполовину монстром и также борется с собой ведя внутренние диалоги по ходу дела используя силы повторюсь в аниме это работает а вот в сериале то и дело отвлекаясь на этих всратых монстров весь шарм пропадает вообще используя не формулу пугай но не показывай как например в челюстях и сериал был бы наверное лучше да это отошло бы от канона но сделала бы лучше да в конце они все равно бы обосрались показав монстров но это было бы в конце но так подведем итог милый дом каноничный по отношению к манкве сериал с кучей глупостей странноватыми монстрами и местами вторичным сюжетом и возможно все бы это сработало будь это не сериал а аниме да это аниме вряд ли бы стала шедевром но хотя бы задуманные идеи работали бы как надо ох а я ждал этот сериал трейлер меня почему-то дико зацепил я ждал его настолько сильно что в день выхода специально приобрел пробную подписку на нетфликс но ох ах сериал был на корейском но меня это не остановило я выучил корейский ладно шучу первые пять эпизодов я смотрел на нетфликсе с субтитрами а я не люблю этого делать я люблю сходить чаек себе налить там в телефоне позалипать между делом ну собственно говоря вот что я получил в итоге нет я не назову сериал ужасным или отвратительным он смотрибельный если привыкнуть да и сюжет у него не так плохо я например люблю темы с раздвоением личности хотя сериал все же явно уступает той же алисе в пограничье по крайней мере в плане подачи точно хотя по незнанию что звучит круче ребята попадают в другой мир где играют в игры на выживание или же на корею на поле монстры разных форм и размеров и людям приходится выживать как только получится короче если обобщить то проблема у сериала 1 он не работает в выбранном формате а вообще по манхве снимают аниме ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк а также пожалуйста напишите любой комментарий под этим видео но лучше напишите вашу любимую манхву если такая есть может я с ней даже познакомлюсь но в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр и сериала а также ссылки по которым вы если захотите можете поддержать канал и ссылки на мой инстаграм и группу вк в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов а еще в этой группе вы можете приобрести прикольные стикеры благодаря которым вы также можете поддержать канал и не забывайте что практически каждую среду четверг или пятницу у нас на канале проходят стримы где мы вместе смотрим разного рода короткометражки ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока это история о нас мы пытаемся найти смысл жизни в мире где любой смысл уже давно потеря